Сейчас подняли вопрос о том, что люди находятся на улице, да? Вот эта тема, я работаю уже много-много лет, эта тема из-за дня людей повторяется. Сидит у нас Виктор Евгеньевич, с которым мы очень тесно работаем по этой категории. У нас проблема самая главная. Люди, которые оказались на улице, как правило, не имеют А, документов. Если имеют документы, нет прописки. Если есть прописка, она уже, ну, только в паспорте, на самом деле там ее нет, паспорт есть Советского Союза, который нужно менять, какую проблему мы решили в городе? Спасибо за это, конечно, отдельные депутаты, мы можем заплатить за услугу, оплату за постановление документов. Да, постановление документов. Мы бесплатно в своем учреждении делаем фотографии. И на этом дело заканчивается. Даже человеку выдали паспорт, прописки нет. Никто не прописывает. Дальше мы с этим человеком сделать ничего не можем. Мы не можем оформить ему группу и логинские, потому что нет прописки. Мы не можем его оформить в стационарное учреждение, при его учреждении, там, ПНИ, общего типа. Нет жилья у человека. То есть до конца своих шиплет он будет сидеть на скамейке. С одной скамейки переходить на скамейку. Дальше. Вот человеку предлагают альтернативу. Человеку предлагают альтернативу. Есть у нас некоммерческие организации, которые оказывают услуги таким. Мы буквально вот тот случай, который вы сейчас уже сказали, мы обвезли его по всем учреждениям, где готовы его были принять. Да. Это было пятое учреждение, которое приняли. Через три дня он тоже ушел. Он оттуда ушел. Я знаю. Потому что им не нравятся те требования, которые определяют эти учреждения. За собой нужно убрать. Нужно какие-то вот мелкие. Там не говорят о том, что физически труд у этого человека должен быть там это. Почистить картошку. Допустим, налить воду в чайник там. Или помыть посуду. Он говорит, я не обязан это делать. Я здесь нахожусь, вы меня обслуживаете. Это потребительское отношение к жизни и все должны и обязаны. Оно тоже присутствует. Понимаете? И когда человек действительно нуждается, он соглашается на любую предложенную ему помощь. Поверьте мне, предлагается многое. Палеотивная помощь, она слава богу у нас есть в городе. У нас есть в Сахапте. И когда места освобождаются, допустим, нет в городе мест, но есть в Сахапте. И район тоже их берет. И когда нужно поместить на палеотивное отделение в городе, есть в свободных местах, тоже делается. Мы отправляем дома и интернаты. У нас есть те службы, которые, ну, те люди, которые готовы заниматься частной деятельностью в оказании услуг с проживанием, но там нет, не соблюдаются требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические. И это тоже знаем. И мы в этом году, начиная с прошлого, вывезли 9 человек, оформили группы инвалидности, прописку, фотографии, документы восстановили. И направили документы в Дома, в Министерство социальной политики, поставленную очередь на получение путевки. И сейчас даже решаем вопрос о том, что люди из палеотивной койки, документы, которые оформлены на Дома-Интернат, мы помещаем временно до получения этой путевки в Боготову. Они там находятся, ожидают, где будут получать постоянные услуги. Понимаете, делается очень многое. Но подчас люди тоже хотя бы хоть что-то. Ну, извините, может быть, скажу такие вещи, когда человек хочет выиграть большой летоцем, и что он сделал? Он хотя бы у Италии на билет должен купить. Так и здесь у человека должно быть понимание, что сегодня, летом они все выходят на улицу, они не хотят там находиться. И в отделении тоже они нензиновые. Ему оказали медицинскую помощь, сделали все, что необходимо. Человек получил помощь, гарантированную, бесплатно. И дальше он тоже ничего для себя не хочет сделать. И обвинять в том, что социальная служба не работает, не работает. Я не обвиняю. Я спрашиваю, что делать. И мы не знаем, что делать. У них там еще одна проблема есть. Там вот, в общем, если ему дать муниципальное жилье, у него должна быть постоянная прописка. Не временная, а постоянная. И доход. Мы не обвиняем, спрашиваем, что делать. И что не хочется, например, такого человека себе прописать никто не захочет. Да, нам доказать, я не знаю. Вы знаете, вот законодательно... У нас раньше было отделение психологии. Там была домовая книга. И мы могли прописать людей, по крайней мере, до момента оказания, могут помощи какой-то, медицинской помощи, дом-интернат, он временно имел прописку. Сейчас частный сектор не прописывает у себя, потому что тоже получают меры социальной поддержки. В коммунальных квартирах, естественно, никто не прописывает, потому что оплата, и тогда будут лишены субсидии. Замынный дом, получается, что я хочу обратиться. В большинстве случаев, господа депутаты, пожалуйста, может быть, на каком-то законодательном уровне здесь, на местном, может быть, вы куда-то обратитесь, чтобы была возможность прописать людей и дальше с ними работать. Это вот одно из условий. Вы, наверное, помните, буквально по осени, несколько раз, и глава города говорил, вот человек появился возле музея, сидит на коляске. Этого человека мы очень хорошо знаем, он из района, да? Мы его туда отвозим, говорим, у него есть жилье, он возвращается и говорит, я раз в месяц буду сюда ездить. Это мой дополнительный заработок. Что сделаешь? Что сделаешь? Я не скажу, что делать, я никого не обвиняю, я живу просто в крючке. А это наша боль, понимаете? Это наша боль.